друзья всем здравствуйте очень много было вопросов очень много было от вас вопросов как симба пережила ночь как у нее дела вот мы вам показываем за икона пожалуйста отвлекись хоть на что-нибудь я прошу ведь она жмет глаза но щурит глаза жмет уши как бы проявляя какое-то да игровое поведение с игру сударем вот какими-то мягкими игрушками друзья но теперь мы с новостями для вас симба пережила ночь и и также до сих пор кроет очень сильно по поводу ее состояния а именно пока бывшие владельцы и как-то называется хотя они не могут быть владельцами потому что запрещено собирать таких животных частных руках так кстати небольшая вставочка обратите внимание насколько для нее узкое пространство плоское пространство она не объемная вы можете представить чтобы себя так сейчас вели гектор и гефест у львицы предостаточно территории в комнате у нее балкон то есть здесь вот это ее карантинная зона она ходит просто вдоль шкафа вы представляете насколько сбита нервная система этого львенка насколько она испорчена от этого становится жутко ей есть где ходить ей есть чем играть она ходит вдоль шкафа представляете пытаясь вот так сказать найти выход из она так снимает свое эмоциональное напряжение вследствие того что она раньше содержалась видимо в очень стесненных условиях она себя так ведет для у нее есть территория где ходить она ходит буквально вот 60 на 60 но вы понимаете да территорию то есть это привычная ее траектория по которой она всегда ходила друзья вот такая вот история пока там бывшие вот эти люди до пытаются говорить что они там делают для нее все возможное желают только добра вчера ночью львицу стала рвать уже тряпками то есть она в экскрементах мы увидели у нее резину а вчера ее вырвало тряпками сейчас симба на сильнейших обезболивающих на спазмолитиках из-за того что она постоянно кричит ей больно и действительно у нее спазмы она напрягает живот она выгибается и и выворачивает и это конечно же друзья проявление того что как раз таки у нее большие проблемы с кишечником желудком будем с этим разбираться я показываю вам все как есть это довольно таки сейчас вообще удручающая картина да что ребенок ходит это вот 60 туда 60 назад все хотя повторюсь территория есть здесь как бы да вот здесь можно ходить здесь можно ходить здесь можно лежать там можно ходить на балкон можно выйти дверь у нее там открыта она приоткрывает дверь лапой снизу ну а львица вы понимаете да друзья что происходит вот злойка наша маленькая девочка ау ау лица такая лица наша хорошая симбочка давай мы к тебе тоже подойдем маленькая наша все будет хорошо честно все будет хорошо давайте я сюда гряду к вам тоже потому что вот чтобы отсюда было получше показывать симба не надо ко мне залезать на плечи давайте хотя побудем просто все будет нормально так далее я зайка в общем друзья к кошку голову и рвет она просто из-за стесненных территорий когда она содержалась очень-очень ей нехорошо видите что происходит поэтому конечно же сейчас с ней предстоит не только работа да по попытке вылечивания ее от каких-то физиологических до сложностей симбочка наша девочка маленькая вообще просто это наверное единственный ребенок который вот так вот с такими сложными эмоциональными проблемами гранди прожила год в клетке полтора на полтора метра гранди себя так сильно не ведет видите что происходит друзья это вообще очень-очень страшно сейчас придется еще работать если она выживет с ее эмоциональным состоянием потому что конечно же прайду не совсем понравится вот это вот нервное поведение потому что нервное поведение потому что как раз таки друзья вот это вот все не очень хорошо для львенка далее мы завтра едем в клинику завтра мы сдаем ей анализы делаем узи делаем рентген и все это за протоколируем чтобы была информация общая для вас ну и сейчас нина с ней проводит практически все время потому что она требует конечно же видите вот ее кроет 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 потом бабац и она вроде бы чего-то как-то даже понимает что она не сидит маленьком вольере и она начинает ходить друзья но видите сейчас все опять ее начинает крыть и она такая значит этот пожалуй я понервничаю клетка это не для нее клетка это для так сказать отделение игрушек потому что ее не закроешь клетки она во-первых сбивает себе морду во вторых это не имеет смысла так что дорогие наши вот такая вот история сидим и здесь симбочкой находимся с ней постоянно ну а мы вам желаем хорошего дня и держим вас в курсе насколько это возможно видите чем что происходит причем когда выпускаешь ее по квартире ничего не меняется она также ходит по одной плоскости ходит по одному и той же проекции когда ее отпускает боль а значит начинают действовать обезболивающие препараты она перестает кричать действие обезболивающих только прекращается или ослабевает все сразу у ребенка опять все плохо все болит ну вот к сожалению друзья пока так так что держим вас курсе и до скорых встреч